Мы все рассуждаем о тех возможностях, которые дает нынешняя ситуация. Действительно, банально, если у вас есть запрет на поставки определенных технологий, то вроде как это должно стимулировать производство альтернатив на нашей территории. Ну и, соответственно, ситуация с национальной валютой тоже способствует естественным ограничениям на импорт технологий в Россию. Но при этом мы же понимаем, что нефтяная промышленность – это достаточно инвестиционно емкая отрасль с длительным инвестиционным циклом. То есть в этом плане ожидать, что очень быстро этот процесс будет набирать обороты, и вот вы сразу получите результаты, конечно же, не приходилось. Даже корову вырастить нам нужно 3-5 лет, а что уж говорить про те технологии, которые сейчас в отрасли используются. Мы много лет говорили и обращали внимание государству на то, что происходит с отраслью, на те проблемы, которые там есть. Ведь проблема же не только в том, что сейчас ввели санкции. Санкции наложились на другие сложности, которые уже были в отрасли, и невнимание государства к теме, я имею в виду, федеральной власти прежде всего, к теме трудноизвлекаемых запасов. Но сейчас мы вынуждены быстро это упущение каким-то образом наверстывать. Еще раз повторю, ожидать того, что в импортозамещении быстрые будут результаты, не приходится, потому что по некоторым вещам у нас зависимость, скажем, в сегменте программного обеспечения, она превышает 80%. По шельфу, ну, слава богу, к югу Тюмени шельф не относится, но там зависимость 90% и 100% по некоторым вещам. В этом плане ждать быстрой отдачи здесь мы не можем, но тем не менее, вы видите, что на выставке представлены и российские технологии, и мелкие, и средние компании, что особенно приятно. Продолжение следует...